Жителям крутой горки приходится ежедневно по пути из дома или домой преодолевать участок дороги, который больше похож на каток. Обычный порыв трубы, ведущий к водонапорной колонке, коммунальные службы не могут устранить уже полгода. С весны началось у нас. Все немножко, немножко было. Все лето, лягушки квакали, уже прыгали, кочки были. Корову подойдут пить, водопой был у нас. Никому ничего не надо. Приедут, машину выкачают, тут же в эту лужу льют воду. Нет, бы хоть через дорогу переливали. Как оказалось, обслуживанием колонки никто не занимается. Сети водоснабжения села находятся в собственности Каннского района и переданы в хозяйственное ведение МУПУ. Жители неоднократно обращались с просьбой о помощи в районную администрацию. Чиновники обещали в ближайшие дни перекрыть подачу воды и начать ремонтные работы. Но при этом деликатно намекнули, что ремонт начнется только в случае оплаты долгов за коммунальные услуги. Вы сами понимаете, что особо желающих на такой, скажем, небольшой и проблемный участок не возникает. Других вариантов передачи имущества частным предприятиям у нас нет. То есть никакого договора аренды, никаких тренировых моментов нет. Поэтому он сегодня находится в возведении, до момента заключения концессионного соглашения, он находится в возведении МУПУ, то есть у муниципального монетарного предприятия. Тем временем люди уже отчаялись бояться за свои дома и заготовки на зиму, поскольку вода стекает в подвалы. Буду в суд подавать, потому что у меня, во-первых, ущерб будет в подполе, во-вторых, мне детей вез, но мне их водить никак не будем. Ну невозможно будет везти, вы, как бы, я не знаю. Ну лодку придется покупать в садик водить, потому что у нас там все прям до дороги. Жители села Крутая Горка готовы на крайние меры. Между тем в администрации района нас заверили, что проблему решат до конца этой недели. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания Канск, 5 канал.